Друзья, и я приветствую всех, кто сегодня у нас в нашем зале, в нашем вот таком вот теплом, уютном бизнес-центре Glorion в Новосибирске. И я приветствую тех, кто сегодня подключился в онлайн-режиме. Для начала хочу представиться. Зовут меня Наталья, фамилия моя Каверина. И я в теме здорового образа жизни уже с 2005 года, поэтому такой вот большой-большой у меня уже, наверное, путь. Но вы же понимаете, что здоровье и здоровый образ жизни – это тема, которая чем дальше в лес, тем больше дров. Поэтому с 2005 года никак не могу остановиться. Очень много, потому что интересных тем в этой области. И хочется по максимуму этими темами, эти темы все изучить. Также я являюсь консультантом-диетологом и консультантом ресурсного состояния. Ну что, осень на дворе, да? Осень на дворе, но что мы привыкли осенью делать? Природа готовится к зимним холодам. Природа готовится – это и животные, это и растения, это, наверное, деревья тоже. Также и люди готовятся к зимнему сезону, к сезону холодов. И, конечно же, осень – это отличное время для очень важного шага на пути к оздоровлению – это очищение. Я думаю, что все со мной согласны, да? Потому что периодическая чистка организма, она рекомендуется всем людям. Это касается и детей, и взрослых. Хотя в научных кругах до сих пор ведутся споры, вообще, нужна ли нам какое-то дополнительное очищение и проводить детоксикацию. Или организм все-таки – это настолько умная и такая система грамотная, да, которая, ну, ничего лишнего нету, и выводить, в принципе, это нечего. Но сегодня мы будем рассматривать и разбираться с этой темой с точки зрения такой науки, как диетология. И она, конечно же, основывается на проверенных научных данных. Ну, во-первых, давайте вот такое вот есть все-таки определение детокса, да? Что такое детокс? Детокс – это удаление из организма токсинов, ядовитых веществ, которые вырабатываются внутри. Пример – это инфекционные какие-то агенты, опухолевые клетки, да, вирусы, ну и так далее. Также проникают они извне. Это и отравление лекарствами, сейчас очень много токсических вот таких проявлений на фоне применения большого количества лекарств. Сами медики уже это все-таки об этом говорят, да? Также это алкоголь, это наркотические вещества. Сюда же можно добавить, наверное, очень большое количество у нас глистных инвазий, которые тоже извне проникают. Поэтому токсины, которые, более подробно сейчас про них поговорим, они делятся, значит, имеют различные происхождения, как мы уже сказали, да, и бывают, значит, поступают извне, называются они экзогенные токсины. То есть, а другие образуются в ходе метаболизма нашего организма и называются они эндогенные. Основные источники экзогенных токсинов – это, конечно же, и воздух наш, которым мы дышим, и, конечно, потребляемая пища, и вода, лекарственные препараты. И вообще, по статистике, на наш организм воздействует более 75 тысяч вот таких вот химических вредных веществ. То есть, раньше это было меньше, сейчас вот именно в процессе жизнедеятельности современного человека вот такое количество все-таки. Представляете, с каким огромным количеством интоксикации организму нужно нашему справляться. Поэтому, как он должен работать? Да, конечно же, для того, чтобы все это вывести, нужно, чтобы он работал слаженно, не было никаких патологий, да, и, естественно, как я всегда говорю, работал как часики. Также, смотрите, пестициды тоже, то есть, к ним можно отнести, да, гербициды, выхлопные газы – это тоже все вот эти химические агенты, которые поступают извне. Эндогенные. Эндогенные – это токсины или продукты, которые образуются в результате пищеварения. И, конечно же, не только пищеварение, это идет у нас и энергетический обмен, да, это идет еще и регенерация тканей, потом превращение гормонов, а также побочные продукты жизнедеятельности микроорганизмов. И до 90% образующихся в этом, в связи вот с этими метаболическими процессами компонентов, организму нужно вывести. И сегодня, то есть, вот такое вот понятие, будем не токсины, да, а, как их называют в научных кругах, ксенобиотики. То есть, должны понимать, мы очень много у нас тех менеджеров, тех партнеров, которые тоже являются все-таки консультантами ресурсного состояния, поэтому вот такими оперировать будем словами. Так, ну что еще дальше? Дальше сейчас мы слайды поставим. Так вот, про токсины, про которые я вам говорила, да, какие они бывают. И, вы знаете, у нас в организме есть системы детоксикации. Вот сейчас мы немножко тоже о них поговорим. Какие же это системы? Во-первых, это иммунная система крови. Во-вторых, это выделительная система, это обезвреживающая система печени. И третье, это выделительная система. Это ЖКТ сюда относится, сюда относятся легкие, сюда относятся почки, да, и сюда относятся кожа. Потому что очень часто токсические вещества выходят через потовые железы, да, и через сальные железы. И хочется здесь немножко остановиться, потому что в дальнейшем я буду говорить, когда буду говорить о вот этих вот очищающих программах, это будет очень важный фактор. По поводу, вот смотрите, обезвреживание введения ксенобиотиков происходит в две стадии. То есть первая стадия – это перевод ксенобиотика в водорастворимую форму для того, чтобы это все легче было выводить. И это делает печень. И вторая фаза, вторая фаза, это, конечно же, происходит с помощью ферментов. И вторая фаза – это все нужно удалить быстро. И здесь, смотрите, то есть тоже, ну это очень такой глубокий научный объяснение, как эти фазы происходят. Сегодня я не буду об этом говорить, но нужно, главное для себя взять, это то, что, когда мы воздействуем на первую фазу, если мы ускоряем ее, да, если мы усиливаем действие первой фазы, нам необходимо обязательно усиливать и действие фазы второй. Почему? Потому что, то есть это проходит, когда эти фазы идут, то есть процессы окисления происходят в организме. И для того, чтобы промежуточные вот эти вот вещества, которые образуются при окислении, не были более токсичными, чем первоначальное вот это вещество. Тоже потом немножко остановлюсь на этом, когда будут некоторые из наших продуктов, из очищающих продуктов, будем, буду рассказывать. Так что вот никогда не все-таки сами без, ну то есть должной консультации специалистов не проводите никакой детоксикации организма. Потому что, как я уже сказала, даже некоторые компоненты, растительные компоненты могут усилить фазу первую, не усиливая вторую фазу. И вы получите, ну, не очищение организма, а еще большую интоксикацию. Запомнили, надеюсь. Так, что еще? Что еще мы о чем будем говорить сегодня? Это, смотрите, то есть, конечно, организм нам всегда сигнализирует, да? Что у нас что-то не так. То есть мы это замечаем или не замечаем. И я думаю, что вот пока мы молоды, пока мы энергичны, да, мы на многие вещи не обращаем внимания. Но, тем не менее, в какой-то момент организм дает сбой. И сейчас мы рассмотрим некоторые основные вот такие вот признаки, которые говорят о том, что все-таки нам нужно очищение, нам нужна детоксикация. И первое, на что нужно обратить внимание, это, конечно, работа кишечника нашего. Это наш второй мозг, поэтому очень многие процессы в нем происходят. И я думаю, что каждый из нас, ну, уже много очень информации в интернете, что иммунная система, у нас 70% иммунных клеток, находятся также в кишечнике. Поэтому работа кишечника, она очень-очень важна. Итак, запоры. Запоры, то если у вас хотя бы, ну, какое-то время были запоры, вы должны понимать, что они ведут к накоплению продуктов обмена, да, которые организм, которые кишечник не вывел, которые откладываются вдоль ободочной стенки или в карманах толстой кишки. Также эти токсины замедляют, конечно же, обменные процессы. И что приводит? Приводит и к увеличению веса. Поэтому, когда мы начинаем снижать вес, мы должны всегда обращать внимание на то, как у нас работает кишечник. И я думаю, в первую очередь, все-таки с чистки кишечника начинать. Следующее – это запах изо рта. Запах изо рта как образуется? То есть это углеводы, которые поступают в ЖКТ с пищей, да, они распадаются на излишний сахар, который способствует росту вредных микроорганизмов, микроорганизмов, бактерий. И эти бактерии выделяют токсины, которые откладываются в желудочно-кишечном тракте, которые откладываются в ротовой полости, да, и вызывая тем самым вот такой неприятный запах. Также бессонница. Если страдаете бессонницей, то тоже должны на это обратить внимание. Очень часто бывает это от интоксикации. Особенно люди, которые часто очень пользуются химическими освежителями воздуха, моющими средствами химическими, они все содержат свинец, а этот свинец быстро впитывается в кровь и достигает мозга. И что тем самым приводит к нарушению мозгового кровообращения, да, и в том числе нарушения сна. Кстати, во время сна мозг очень хорошо очищается от токсинов. И, конечно же, если у нас мы страдаем бессонницей, да, то ни о каком, конечно, очищении не может быть и речи. Это вот как раз, ну, по поводу, в тему того, что нужна ли вообще детоксикация. Поэтому смотрите, наблюдайте обязательно вот за своим организмом и делайте выводы, насколько все-таки организм наш уже нуждается в этой детоксикации. Следующие признаки – это головные боли и мигрень. Тоже очень часто сейчас встречаются вот такие симптомы. Пищевые токсины, которые не выводятся организмом, которые образуются, как я говорила, в процессе метаболизма, они атакуют центральную нервную систему и раздражают отделы головного мозга. Поэтому эти отделы становятся очень чувствительными, и наш мозг подает сигнал. На эти раздражители, и что приводит к головным болям, и от чего бывают мигрени. Также перепады настроения. Перепады настроения тоже зависят от тех токсинов, которые поступают в наш организм вместе с пищевыми продуктами и добавками. Сильно влияют на наше настроение. Кстати, искусственные добавки, которые называются ксеноэстрогены. Вот есть такое понятие, и о них я тоже немножко сейчас чуть-чуть более подробно поговорю. Они, кстати, мешают. Что они делают? Ксеноэстрогены. Вот представляете, есть ксенобиотики, есть вот такие вот вредные вещества. Что они делают? Это искусство. То есть они мешают выработку собственных эстрогенов. То есть они маскируются под наши женские гормоны эстрогены, но имитируют этот женский гормон, но тем не менее наносят большой урон нашему здоровью. Где, ну то есть о них можно говорить, где же они, как они попадают в наш организм, и что такое, ну из каких компонентов, из каких химических веществ они к нам проникают. Так вот, вот эти ксеноэстрогены богаты, ксеноэстрогенами богаты все наши пластиковые бутылки. Пропилен, гликоли – это то, что есть в косметике. Почему мы всегда рекомендуем пользоваться все-таки натуральной косметикой? Потому что у нас кожа – это один из таких самых-самых больших органов выделения, которое нуждается тоже и в натуральных продуктах, конечно, не в химических. Поэтому я всегда учу людей, учу, кто не смотрит на составы. То есть всегда, когда берете косметику, смотрите на составы. Как видите, вот эти вот пропилен, гликоли, конечно же, ну можно сделать вывод, насколько она безопасна. Так, следующее. Какие еще у нас признаки? Постоянное чувство усталости. Вот сейчас, особенно когда еще и стрессовые ситуации, да, сейчас очень-очень много людей, которых даже молодого возраста, у которых недостаточно энергии. И смотрите, организм, почему эта усталость тоже, ну, то есть нужно разобраться, откуда она берется. Организм расщепляет пищу в пищеварительном тракте. Для чего он это делает? Для того, чтобы получить все-таки питательные вещества для нашей энергии. Да, но когда токсины собираются в желудочно-кишечном тракте, замедляются процессы пищеварения, и естественно, то есть, а вообще на переваривание пищи идет очень много энергии. И большинство, и, наверное, даже вот если сравнить, когда я подбираю какие-то системы, как диетолог снижения веса для клиентов, я всегда вот это говорю, что одно-двухразовое питание – это недостаточно. Потому что если мы пробегаем, вот бывает, что мы пробегаем, допустим, 3 километра, 5 километров, да, у нас меньше калорий может расходоваться, чем на переваривание пищи. Вот представляете, какую колоссальную энергию организм расходует. А если еще и скопление вот этих токсинов в ЖКТ, да, конечно же, откуда может энергия это взяться. Также нужно обращать внимание на проблемы с кожей. И кожа является вторичным органом организма, который отвечает за детоксикацию. И когда происходит перегрузка токсинов, кожа что делает? Она пытается помочь нашему организму вывести эти токсины. И это выражается в чем? Это выражается в том, что сыпь появляется, да, какие-то покраснения. Ну, то есть то, что у нас вызывает, конечно же, тревогу, потому что иногда бывает, что внутренне мы не обращаем внимания на какие-то изменения внутри, да, и какие-то недомогания. Но когда на коже что-то появляется, то есть мы понимаем, что организм у нас не справляется с внутренней интоксикацией. Так, и может быть кто-то еще расскажет, какие же все-таки признаки того, что нужна детоксикация и очищение. Я думаю, потом, когда будете делиться какими-то историями, если будут желающие, можете, кстати, рассказать о том, какие у вас были признаки, кто пользовался очищающими когда-то программами. Вообще, я думаю, очищающими программами, особенно люди старшего возраста, в своей жизни, да, когда-то какие-то программы применял. Я помню тоже в своей жизни, потому что всегда, ну, работала с лишним весом, и у меня чисто генетически скорость усвоения жиров очень высокая, поэтому мне всегда нас держалось, было под контролем вес. И какие только программы я не использовала за свою жизнь, и теперь я понимаю, что я делала или лучше своему организму, или я еще и усугубляла, да, поэтому внимательно очень к этому отнеситесь. И сегодня, сегодня я хочу остановиться на двух, более подробно на двух программах, которые есть в новосибирском холдинге «Глорион». И я думаю, что мы все, мы все потом, ну, вот, порадуемся, что мы являемся, являемся, как сказать, что мы можем себе приобрести такие программы. Но мало того, что вы имеете такую возможность, да, но вот наша задача все-таки большему количеству людей рассказать о том, какие у нас, ну, бесценные продукты есть. Потому что эти программы, вот один из них, это вот такая коробочка, природный комплекс для безопасного очищения от паразитов. Если взять, то есть, если говорить о паразитах, в организме человека паразитирует более 250, представляете, количество какой паразитов, да. Это и простейшие, это, конечно, и, если мы, печеночные сосальщики, и в общей сложности такое количество, ну, то есть, по регионам различным заражением отличаются наши регионы, да, и своими глистными инвазиями. Вот у нас в Сибирском регионе очень большое количество людей заражены эпистархозом. То есть, это очень-очень такой коварный враг наш, который, от которого избавиться очень-очень сложно. И есть даже у нас в городе, да, есть клиники, которые конкретно занимаются вот этой вот проблемой. А у нас люди хотят что-то где-то выпить, да, допустим, ту же каруасины. Я ее, кстати, пила, эту каруасины, и избавиться от апистархоза. Нет, конечно, не так это все просто. И вот эта программа, она настолько грамотно вообще создана, что затрагивает вот именно все-все-все системы организма, которые вот в этот момент включаются и помогают избавляться от этого апистархоза и более еще 100 видов глистных инвазий. То есть, не только от одного апистархоза. Так вот, в чем ее преимущество, я сейчас хочу немножко рассказать. Смотрите, вот кто, кто, наверное, многие наши консультанты ресурсного состояния очень хорошо знают принцип вообще работы нашего природного вот этого комплекса. Здесь идет, она состоит из трех этапов. Первый этап – это подготовка организма, потому что вот так вот просто сходу начинать травить глистные инвазии, конечно же, мы больше нанесем вреда, чем здоровье. И очень часто рекомендуют взять в аптеке какое-то средство антигельминтное и пропить его, как мы травим животных, вот животных глистной инвазии, пропить его, и вроде справимся с этой задачей. А нет. То есть, как я сказала, не так просто. Нужно сначала подготовить организм, это нужно подготовить кишечник, нужно подготовить все выделительные системы, нужно подготовить, чтобы не было спазма в желчеводящих протоках. Поэтому первый этап, он направлен на то, чтобы… И он 10 дней, иногда мы даже рекомендуем увеличить вот этот вот 10-дневный курс. И на первом этапе, то есть мы, как я сказала, все системы организма готовим к очищению от паразитарных инвазий. Потому что в процессе, потом, когда начинаем мы травить паразитов, в процессе вот этой вот отравления, их, конечно, выделяются очень много токсических веществ. И их нужно организму также вывести. Как я уже говорила, мало того, что у нас извне, столько, столько, все-таки 75 тысяч химических компонентов воздействует на наш организм. Нужно еще вывести вот эти продукты распада. Поэтому второй этап у нас идет 30 дней. Почему 30 дней? Потому что у нас есть паразитарные инвазии, паразиты, у которых цикл развития вот именно вот такой 30-дневный. От личиночной стадии до взрослой особи. Если это просто простейшие там какие-то, которые, ну, у них меньше цикл, то, конечно, их можно и по количеству дней гораздо меньше. Но здесь все, конечно, индивидуально. Вот этот комплекс рассчитан именно на 30 дней. Вот. И в течение 30 дней, что мы делаем? Мы не только, значит, избавляемся, травим этих паразитов, да, но мы убираем и личиночную стадию. И в том числе усиливаем иммунный ответ. И здесь я хочу немножко остановиться вот на одном из, на двух даже компонентов, которые входят вот в эту программу. Потому что подробно я о ней рассказывать сегодня не буду. У нас есть очень много лекций, где подробно рассказывается о каждом компоненте. И это можно растянуть. Ну, двухчасовая, наверное, лекция у нас будет. Если каждый компонент, который входит в эту программу, разобрать. Так вот. Хочу остановиться на двух компонентах в этой программе. Во-первых, это вот такой вот комплекс, сухой напиток, который называется биофайбер. Вот он идет во все наши очищающие программы. Потому что кроме гельмостопа у нас еще есть очищающие программы. И вот вы видите их на экране. То есть есть, но они все в основном состоят из вот этих вот одних и тех же продуктов, только разного наполнения. Так вот, в чем преимущество вот этого биофайбера? Во-первых, здесь клетчатка. То есть это полноценная чистка кишечника. С чего нужно начинать? Вот я говорил уже, да, останавливалась на системе детоксикации нашего организма. И один из важнейших – это, конечно, кишечник. И за годы жизни, и чем взрослее человек, тем у него, я думаю, проблем с кишечником больше и больше. А с годами у нас еще меняется микробиота кишечная. То есть у нас с годами погибают иногда, особенно с нашей сегодняшней пищевой промышленностью, да, погибают у нас полезные бактерии, и вот этот рост агрессивных микробиотов, оно растет, хотя там процентное содержание должно в кишечнике быть строго-строго, ну, то есть пропорциональное, и ее там должно быть не менее 5-7%. И когда мы начинаем или неправильное питание, или с годами, то есть, представляете, вот этот баланс нарушается, и что происходит? Наша патогенная вот эта микрофлора начинает, конечно, агрессировать. И наша хорошая микрофлора не может с ними справляться. Так вот, вот здесь, вот в этом вот биофайбере чистка, то есть за счет 7 видов клетчатки. Клетчатка для того, чтобы, знаете, наверное, тоже многие, я думаю, тоже можно посмотреть, что и в интернете, и в других источниках, как строение кишечника, да, то есть там есть ворсинки, которые очень-очень сложно вообще вычистить, если говорить о грубой клетчатке. Вот когда мы, допустим, какие-то одруби начинаем пить, какие-то там, что еще для очищения сейчас применяются, сорбенты какие-то, но для того, чтобы вот эти, они отвечают ворсинки за пристеночное пищеварение, то есть через эти ворсинки идет и усвоение полезных компонентов, и выведение токсинов. Поэтому вот это пристеночное пищеварение, оно очень важно, и без только одной-одной грубой клетчаткой это не сделаешь. Так вот, здесь и растворимая клетчатка, которая обволакивает все эти ворсиночки, и, конечно же, то есть идет такая чистка, а грубая клетчатка, она очищает, ну вот как метелочкой. Поэтому это очень важно, но кроме этого, кроме этого, здесь еще очень много компонентов, которые и на, которые и слизи, и различные желчи, которые способствуют более быстрому продвижению каловых масс. Также здесь есть и пробиотики, и пребиотики. То есть пробиотики, как я говорила, что это полезная микрофлора, да, с годами, когда ее не хватает, это очень-очень такой пробиотический продукт хороший, и должны быть пребиотики. То есть это то, что кормит нашу полезную микрофлору. Так вот это вот есть все в этом биофайбере еще. Также здесь я хочу остановиться на одном очень интересном комплексе, который очень широко применяют в аюрведической такой науке, да, это трифола. Слышали, наверное? Кстати, лет пять назад я первый раз, когда услышала об этом комплексе, и представляете, то есть вся Европа на тот момент прям вот бум был, омолаживались вот этим комплексом трифола. Из чего же состоит этот комплекс? Так, давайте, ну, я думаю, что долго не будем заострять внимание, потому что он состоит из трех компонентов. Во-первых, это амалаки. Это индийский крыжовник, и в чем его преимущество? Его преимущество в том, что он очень богат различными формами витамина С, является мощным антиоксидантом. Что же он делает? Во-первых, он выраженным омолаживающим действием обладает оксидантным и иммуномодулирующими свойствами. Также тонизирует, улучшает работу мозга. Вот представляете, то есть мы с одной стороны чистим наш кишечник, но с другой стороны еще и воздействуем на работу головного мозга. Также вот эти вот ягоды амалаки, этого кружевника, они очень хорошо стимулируют пищеварение. Они обладают мягким слабительным и мягким мочегонным действием. Следующее – это хоритаки. То есть хоритаки тоже широко, я как сказала, уже отдельно используются в аюрведе. Также вот в этот комплекс трифола входит. Основное направление, основное действие – это то, что нейтрализует свободные радикалы. А их в нашем организме, вот как я говорила, что когда в процессе метаболизма вот это вот окисление происходит, и свободные радикалы, если они не выходят, то есть если организм где-то дает сбои, конечно, они ведут к старению. Поэтому их нужно все вывести. Поэтому хоритаки очень хорошо работают со свободными радикалами. Также очень хоритаки отвечает за выделительную, за обезвреживающую функцию печени. Сосудоукрепляющим действием и кровоостанавливающие еще действия этого компонента. Следующий – бипхитаки. То есть третий – бипхитаки. Также входит в состав трифолы. Что он делает? Во-первых, этот компонент очень хорошо убирает слизь из организма. Кстати, очень хорошо способствует улучшению памяти. И также является активизатором гормональной системы. Гормоны, ну то есть, знаете, что гормональный фон, он приводит к чему? Что наши все, то есть если гормональный фон хороший, да, вот по молодости, почему мы активны, почему мы бодры, почему у нас очень, ну, потенциал наш более такой высокий, физический. За счет работы гормонов. Поэтому вот он еще и нормализует гормональный фон. Что еще делает? Так, так, сейчас я еще, чтобы не забыть. Является также послабляющим средством. Укрепляет и тонизирует желудочно-кишечный тракт. Скорость мышления, вот память, да, скорость мышления тоже увеличивает. Поэтому вот этот вот трифола находится тоже вот в этом биофайбере. И я помню, когда презентацию первую, ну, я слушала по нему, нам сказали, что кто год пьет вот этот вот напиток, его же можно и один пить, не обязательно в комплексе, то есть в комплексе в каком-то очищающем пропиле, да, и можем дальше в течение года, то есть его пить. Кто в течение года пьет этот напиток, увеличивает продолжительность жизни на 10 лет. Хотите на 10 лет увеличить жизнь? Пожалуйста, воспользуйтесь вот этим вот предложением. Третье, по поводу, то есть геракл, есть вот в этом комплексе замечательное средство, которое называется геракл. И в чем его преимущество? Он не только все вот эти вот, то есть состав у него очень такой комплексный, и кроме черного ореха, скорлупы черного ореха, который именно воздействует на этот апистархоз, кстати, на колонархоз тоже, он еще и, кстати, убирает, мы его тестировали на, тестировали по диагностике, у нас врач Ольга Михайловна Казакова, она его навали у диагностики, тестировала на коронавирусе, как он воздействует на коронавирус. Так вот, он убирает, то есть он, коронавирус погибает в присутствии вот этого геракла гораздо-гораздо быстрее, чем если используются какие-то лекарственные средства. Поэтому когда я его всегда во время эпидемии, я всегда его рекомендовала тем, кто болел и те, кто выходил из этого состояния. Потому что еще он очень хорошо стимулирует работу кишечника тоже, геракл. Поэтому если посмотреть вот каждый компонент, я говорю, то побочных эффектов, хороших, в хорошем смысле слова, еще можно про вот этот комплекс написать очень-очень-очень много. То, что вы благодаря ему, ну, для своего организма внесете. Так, еще вот один, не могу не заострить внимание на еще на одном вот таком фитокомпоненте, который называется индол, индол-актив. Когда я говорила про две фазы детоксикации в печени, то есть если мы первую фазу усиливаем, да, мы должны обязательно усилить и вторую фазу. Так вот, вот этот вот индол, который входит тоже и в программу гельмостоп, и в другие очищающие программы, вот он именно вот эти две фазы детоксикации и проводит. Поэтому с ним можно без всякой опаски на то, что в какую-то другую не очень, ну, хорошую форму вот эти токсины перейдут с индол-активом. Подробно, то есть здесь и капуста брокколи, и проростка брокколи находятся. Слышали, наверное, про индол-3-карбинолы вот эти. Но если брать один индол-3-карбинол, который в аптеках есть, да, то есть мы должны понимать, что мы все-таки не воздействуем на две фазы им одним. Здесь есть еще и артишок, и также витамин С, который тоже усиливает детоксикацию в печени. Поэтому всегда, всегда обращайте внимание, как я уже сказала, именно на те детоксикационные способности программы, которую вы начинаете применять. Но, я думаю, нам ничего придумывать не надо, здесь есть все для того, чтобы относить… Ну, вот я всегда сравниваю с тем, что рекомендуют диетологи, да, и вот ту программу, которая рекомендует, программу детоксикации, которую рекомендуют диетологи, то есть она полностью, как я сказала, соответствует. И третий этап – это восстановление и выведение токсинов, потому что, смотрите, не все в процессе гибели, не все гельминты могут выйти из организма, ну вот сразу, да. Поэтому мы в течение следующих 10 дней, которые вот третий этап, как я сказала, уже антипаразитарной нашей программы, он именно этим занимается. То есть он выводит остатки, он выводит интоксикацию, опять же, которая в процессе протравки вот этих гельминтов, если там, понятно, там 1-2, да, а бывает же и до 5-6 видов. И я помню, мы работали в Волгоградской области, и одна женщина к нам пришла на диагностику по всем уже с ребенком. Ребенку лет 6 было. И, представляете, то есть по всем, она по всем уже и платным, и муниципальным клиникам ходила, то есть не могут понять, почему у ребенка сильная аллергия, вплоть до того, что до облысения. И когда мы начали смотреть на диагностику, у ребенка, представляете, 6 видов паразитов, то есть обнаружили то, что не могли обнаружить, ну, то есть официальная медицина, потому что их очень сложно, некоторые, допустим, такие, как стронгилоиды, они откладывают яйца под следствию кишечника. Ну, вот как оттуда? Их никак оттуда, конечно, их вообще не определишь. Но они очень широко, кстати, у нас все-таки в нашей, в нашем сибирском регионе, особенно у людей, которые дачи, это навоз, это перегнои вот эти вот, поэтому они как проникают? Они проникают через царапины, через на ногах ссадины, вот кто босиком любит ходить, поэтому запросто можно заразиться вот этим вот видом паразитов. И, как правило, если есть один какой-то вид паразитов, обязательно будет еще, потому что там же защитные свойства организма, защитные свойства иммунной системы снижаются, и лямблии могут, и многие другие паразиты в этот момент, конечно, внедриться. Вот, поэтому еще, поэтому вот про этот гельмостоп, я его всегда рекомендую один раз хотя бы в год. Если вы даже считаете, что у вас вы стерильны, и что у вас нет ни одного гельминта, вообще для поднятия иммунной системы, для выведения токсинов. Но если, если прям вот совсем бывает, что нет, и все, нет у нас паразитоза, но какую-то систему детоксикации нужно провести. Я всегда рекомендую, у нас есть детокс, программа детокс, по-моему, она здесь, да, вот она, вот она программа детокс, тоже довольно-таки большая программа, она тоже на 50 дней рассчитана, но что в ней усилено? Что в ней усилено? В ней усилено это, то есть какие-то компоненты повторяются, да, вы видите, но в ней усилена еще и работа с желудком. То есть там есть компоненты, которые работают и больше на печень, чистят печень и на желудок. Это гастровиталь. Гастровиталь, его здесь, по-моему, у меня нет. Нет, вот он, вот такой вот, который способствует перерабатыванию пищи, который способствует, если есть какие-то язвы, если есть хеликобактер, он убирает даже вот эти вот, ну, то есть бактерии. Да, зверей, кстати, вот картинка мне очень понравилась по поводу зверей, да. Вот, не смотрите, как они радуются вообще, что они попали к нам в организм, или они не радуются. Да нет, они, видя гельмосток наш, они вот в такой вот ужас приходят. Вот, поэтому, ну, вот такая картиночка мне очень понравилась. Так, ну, что еще? А, по поводу супердетокса вот этого. То есть усиленно. Но я, смотрите, вообще, если знаете, что есть проблема все-таки с желудочно-кишечным трактом, потому что там есть также дикактив, который способствует перевариванию пищи. То есть здесь есть все ферменты для переваривания и углеводов, и белков, и жиров. То есть помочь организму в этот момент для того, чтобы провести качественную детоксикацию, да, чтобы не нагружать дополнительно еще токсинами. Если желудок, представляете, проблемы есть, да, они справляются с пищеварением. Конечно, для того, чтобы по максимуму токсины все вывести, он включен в эту программу. Я, кстати, люблю, если не гель, не гельмостоп, обычно я сейчас что делаю? Я вот этот супердетокс усиливаю просто гераклом из программы гельмостоп. И замечательная тоже детоксикационная такая программа получается. Также я бы еще порекомендовала, ну, если знаете, что есть какие-то проблемы с почками, да, можно, у нас есть замечательный продукт, здесь его нет, он называется Гортекс, который очень хорошо почистит лимфу, несмотря на то, что все-таки вот в этом вот продукте есть компоненты, которые чистят лимфу, да, но Гортекс, он еще усилит, особенно если когда идем в процессе этой программы снижение веса идет, и жировая ткань у нас уходит, то есть, конечно, это дополнительная нагрузка на почки. И если у вас почки все-таки работают не как часики, да, то, конечно, можно усилить еще и Гортекс. Так, ну что, сейчас я хочу все-таки, наверное, услышать какие-то истории, потому что можно говорить очень много об этих программах. Есть небольшие программы, вот они, и детские, да, гельмостоп мини, когда небольшая такая зараженность, и если апистархоза, допустим, нету, а есть только аскориды или лямблии, то есть можно обойтись вот таким вот гельмостопом мини. Также вот видите здесь, то есть здесь очень, я говорю про все продукты, которые входят и в гельмостоп, и в программу Супер Детокс, они повторяются вот в этих очищающих программах. Конечно, вопрос можно. Детские у нас можно. Вообще, когда ребенок начинает только-только можно, прикармливать начинаем его. Но здесь дозировочка очень минимальная, и, конечно, это под наблюдением врача, это под наблюдением, то есть того человека, который рекомендует. И мы, когда с маленькими детьми работаем, мы без врача, конечно, ничего не назначаем, потому что там много своих нюансов. Но бывает, что ребенок родился уже с... Да, родился уже, и у него внутриутробно произошло заражение. Поэтому никуда не деться. И у нас были очень много случаев, когда мы вот прям маленькие-маленькие, как только начинается вот этот прикорм, начинаем с программы. Ребенку 9 лет. Вот смотрите, 9 лет, смотря какая зараженность, можно уже даже программу большую. То есть там нужно смотреть на количество и то, какими видами глистных инвазий ребенок заражен. Поэтому, ну, то есть с детьми, конечно, ну, тут нужно по поводу возраста всегда посоветоваться. А вообще рекомендуется, почему 7 лет у нас рекомендуется, каждый, каждый, каждый вот здесь вот на баночке, потому что здесь капсулы, а капсулы дети, ну, то есть до 7 лет им трудно глотать, но я всегда рекомендую, то есть мы же и беременным назначаем очень многие наши продукты, да, в период кормления и когда ребенок уже начинает, ну, я говорю, что прикорм. Капсулу эту можно открывать и частями, дозировочками маленькими ее ребенку давать в какие-то уже, ну, то есть смеси там, с чем он их будет есть. Так, что еще? Может быть, еще какие-нибудь вопросы есть? Вы знаете, да, у нас вот здесь в зале есть, конечно, желающие рассказать свои истории, я свою историю расскажу, но мы хотим вот услышать, кто у нас в онлайн-режиме, поднимайте руку и делитесь своими историями. Всегда интересно, конечно, слушать тех людей, которые находятся под ту сторону экрана. Так что, ну, так, ага, у нас вот Дмитрий Шмелев первый, да, он прям... Да, давайте виртуальные аплодисменты Наталье подарим. И, конечно, вот обязательно берите микрофон, я знаю, немножко некоторые стесняются, может быть, боятся. Наталья сейчас пока водичку попьет, не уходи далеко. Просто я хочу про вопрос, вот про детей сказать. Смотрите, гельмостоп большой есть, но это, конечно, считается у нас где-то с 12 лет, вот такой взрослый осознанный возраст. А есть гельмостоп мини. И в гельмостоп мини там первый этап подготовки рассчитан на 5 дней по 2 капсулы. Но если вот в практике были случаи там 5 лет, там 6 лет, еще в зависимости от веса ребенка, если вообще говорить одна капсула, примерно она 15 килограмм веса. Вот запомните такую формулу. То есть любой наш продукт, одна капсула, 15 килограмм веса ребенка. То есть может быть и в 12 худенький, стройненький ребеночек, а может быть и в 5 беляшек. Вот. Поэтому можно первый этап разделить, допустим, не по 2 капсулы давать, а по 1 капсуле. И получится не 5 дней, а 10 дней подготовительный период. И это будет нормальный такой подготовительный период. Гельмостоп мини просто чуть-чуть растянется по времени, но будет эффект классный. Примеры были, когда вот к нам приходили ребятишки там 7 лет, 8 лет там с бронхиальной астмой. Уже все эти лекарства знают, тут без этих пшикалок, значит, обходиться не могли. И потихоньку-потихоньку выходили из этого состояния с помощью фитокорректоров наших. И вот два слова хотел про эндолактив сказать, да. Вот Наталья очень хорошо рассказала. И смотрите, вот я много с аптеками раньше сотрудничал. И была одна аптека, находилась недалеко от женской консультации здесь у нас в Новосибирске, в одном из районов. И вот заведующая говорит, вот приходят и прямо идут из женской консультации и спрашивают, эндолы у вас есть, эндолы у вас есть. И я знаю, что есть врачи, продвинутые гинекологи. Они, конечно, и в нашей компании, вы в прошлое, когда у нас 15-го была врачебная конференция, очень много слышали историй, да, про эндолы. И в то же время встречаются люди, которые ни разу не слышали. Поэтому давайте мы будем чаще говорить про наши программы и про такие уникальные продукты, которые входят, вот эндол, он во все наши очищающие программы. Вот можно взять, вот сегодня про биофайбер Наталья говорила с эндолом. Это экспресс-очищение эндол и биофайбер, к примеру. Или антиаллергические программы, ну и так далее. Будьте здоровы, вовремя, значит, начинайте очистку и будьте в форме всегда. Как Наталья, наш любимый морши-диетолог. Передаю микрофон. Спасибо, Дмитрий, за вообще такое дополнение замечательное, да, потому что хочешь сказать, конечно, многое, но что-то упускаешь. Поэтому вот еще раз аплодисменты. Так, кто у нас? Ага, у нас хотят поделиться. Нина Юдина сначала, да, это Ленева. Так, что слышим мы, нет? Слышу. Слышно, слышно, Нин? Хорошо. Добрый день всем. Я хочу поделиться таким наблюдением. У меня, у клиентки, в два года ребеночку поставили диагноз сахарный диабет. Она, вот представьте себе, уже инвалид ему дали группу в два годика. Когда стали мы разбираться через диагностику мамы, мама настолько заражена паразитами, и вот в этом коктейле она выносила вот этого ребеночка, который по вине мамы стал инвалидом. И я сейчас, когда у меня приходится мне общаться с молодыми женщинами, я все время говорю, девочки, в первую очередь, если вы хотите иметь здорового ребенка, подготовьте свой организм через очищение, именно через гельмосток. И тогда у вас будет более вероятность такая, что ребенок будет крепким и здоровым. Вот это я хотела донести до всех, вот кто сейчас слушает, кто будет слушать. Это настолько небезопасно, не подготавливать сейчас в наше время свой организм. Страдают в первую очередь, понятное дело, и мамы, но в первую очередь еще и ребенок. И вот мне только очень грустно, что я потеряла из виду эту мамочку, как вот этот ребеночек теперь, потому что она уехала в Москву, жила там при больнице. Ну, мне всегда жалко, вот представьте себе, такой ребеночек, там обследование, там уколы, там вот это вот все, и это же все-таки только химия. Вот спасибо большое, вот может быть кому-то это пригодится. Нина, спасибо большое, да. Я думаю, что, конечно, кто будет слушать, потому что мы можем, кстати, в записи ведем эту трансляцию. Можете своим каким-то знакомым переслать эту запись. Так, еще кто у нас? У нас еще Якутск. Кстати, вот эта вот запись видео есть в телеграм-канале, в нашем чате партнеров. Вчера выложили, кому интересно, там есть еще и продолжение, там более подробное описание этой программы. Поэтому слушаем первую часть. Добрый день. Я Попова Антонина Семеновна, врач-терапевт, нутрициолог. Я в компании Glorion 2003 года. За это время я оценила продукт. Это очень качественный и безопасный продукт. И вот есть у нас несколько очищающих программ, из которых вот программа Гельмостоп считается, я считаю, что это самая универсальная программа. И она что делает? Она освобождает наш организм от паразита, очищает печень, желчный пузырь, кишечник, повышает иммунитет. В результате применения программы уходит несколько килограммов лишнего веса, очищается кожа, вы чувствуете себя очень бодрой, работоспособной, да, и в итоге даже идет омоложение организма. После такой очищающей программы считается, что человек сбрасывает прямо 10 лет. И кому эта программа нужна? Эта программа универсальная, конечно, да, и она подходит первую очередь для того, чтобы просто очистить организм, человеку, который хочет быть здоровым, активным, для тех, у кого есть аллергии непонятного генеза, да, для тех, кто страдает кожными заболеваниями, например, псориаз, для тех, кто, у нас даже есть результат по Витилиго, человек, который принимал программу Гельмостоп, восстановился пигментный обмен, и для тех, кто, ну, просто хочет поддерживать свое здоровье, и рекомендуется принимать программу один раз в год, потому что за год в организм человека поступает примерно 3 килограмма токсических веществ. Это уже доказана эта статистика. Так что я желаю вам всем ежегодно год начинать прямо с программы Гельмостоп. Вот такая замечательная, да, у нас такой замечательный видеоролик есть, поэтому всем, кому интересно, выйдите в наш чат и посмотрите о подробном описании этой программы. Так, кто еще у нас? Светлана, Светлана, это у нас... А, то есть Светлана у нас подняла ошибочно, да? Светлана Скопенко, может быть. Так, ну ладно, пока Светлана думает, да, я хочу рассказать все-таки свою историю, потому что она очень показательная в том плане, что работая в лечебном учреждении, то есть я инструктором по лечебной гимнастике, вообще, когда я представлялась, я не сказала, что у меня спортивное образование, и вообще здоровье и энергия, я знаю, что такое пик физической формы, да, и, конечно же, хочется всегда вот именно такое состояние поддерживать. И когда у меня, я работаю в областной больнице, у меня проблемы со здоровьем начались вот на фоне аписторхоза. Отец рыбак, и представляете, то есть я с детства, видимо, у меня было заражение этими аписторхами. И когда у меня их уже обнаружили, то есть проблем было очень-очень много. Вот представляете, 2005 год, это сколько лет назад? Это, ну, то есть это 17 лет назад, да, вот 17 лет назад я себя ощущала нездоровым человеком, то есть хотя мне было, представляете, я на 17 лет была младше. То есть я приходила на работу, и я понимала, хоть ноги бери, переставляй, вот такая вот слабость, аллергические проявления. И у нас, значит, был там в областной поликлинике дневной стационар, которые занимались лечением аписторхоза. Вот, и, конечно же, когда обнаружили этот аписторхоз, бельтрицит, есть такой очень токсичный препарат, яд, да, и меня, значит, вот этим бельтрицитом благополучно, ну, вот протравили. Как я говорю, не гельминтов моих, да, не мой аписторхоз, а меня протравили. Ну, я тогда еще, конечно, молодость брала свое, и запасы в организме нормальные были, поэтому я особо никаких таких вот тяжелых ощущений на себе не испытала. Но, тем не менее, аллергические проявления сначала убавились, а потом опять в течение какого-то времени опять все это проявилось, опять то же самое. И второй раз, можете себе представить, то есть два раза бельтрицитом. Второй раз меня протравили, третий раз уже, потом опять мы проверяем, то есть они никуда не делись, потому что состояние, ну, не очень, а еще после бельтрицида, еще хуже, чем было. Поэтому, когда мне сказали мои хорошие, ну, как сказать, приятели, мы же все там общались, гастроэнтерологи, они же не будут пациенту это говорить, да, а мне они сказали, ищи альтернативу. Вот, как я и нашла альтернативу, то есть я вообще вот это, я была очень счастлива, когда я пришла в компанию и услышала о том, что есть такой природный комплекс и проходят клинические испытания. Я, можно сказать, стала одним из первых пациентов, да, и которая, значит, использовала вот этот вот гельмостоп. После того, как я его пропила, я стала относительно здоровым человеком. Вот, представляете, какое было удивление мое и вообще моего окружения. Поэтому мои все знакомые, которые работают в властной больнице, они очень доверяют нашим продуктам и, конечно, очень часто у меня заказывают, ну, у кого какие проблемы есть. Поэтому, смотрите, история по тому, на самом деле, как вот относительно того, чем все-таки у нас лечат лечебные учреждения. Если есть какие-то патологии с печенью, если есть какие-то противопоказания, конечно, этими средствами, ну, нельзя их использовать, потому что я говорю, что я на себе проверила, что они менее эффективны. У нас программа проходила клинические испытания, да, и ее сравнивали именно вот с этим бельтрицидом. Так вот, если бельтрицид там 73% выздоровления, то есть у нас наша программа 85%, то есть она выше, чем бельтрицид. Но если взять бельтрицид побочных эффектов, очень много, не буду останавливаться сейчас, да, и взять наш природный комплекс побочных хороших эффектов, тоже, тоже очень много, ну, хороших побочных эффектов. Потому что, как я говорила, что он многокомпонентный, и каждая, ну, то есть не просто так их там скомпоновали, да, а все очень грамотно относительно вот именно науки и диетологии, которая всегда основывается на доказательной базе. Так, кто, может быть, еще кто-то хочет что-то сказать, потому что, ну, время у нас заканчивается, и вот такую вот я картиночку поставлю. Если есть вопросы, еще пишите, на вопросы еще отвечу. И вот такая вот картинка, да, то есть кому нужен гельмостоп, кому нужно очищение? Вот уже относительно моей лекции, да, относительно той информации, которую мы получили, мы теперь уверены в чем? В том, что все-таки программа гельмостоп нужна всем, да, и детям, и взрослым, и старикам. Кстати, по поводу пожилых людей, по поводу памяти, да, вот вы, тот же самый биофайбер, тот же самый для пожилых людей, вот, это уникальное средство, потому что, во-первых, и поддерживаем микрофлору кишечную с возрастом, как я говорила, что бактерии, почему переваривание уже не такое, да, и плюс еще и влияет на улучшение памяти и всех проявлений, там, каких-то проявлений деменции и всех вот этих вот проблем. Итак, будьте здоровы, да, пусть будет здорова вся ваша семья, потому что на самом деле, обратите внимание, кто еще не знаком с нашим продуктом, на то, что какие проблемы можно со здоровьем решить, как можно оздоровить, и это на самом деле очищение является первым шагом к любому оздоровлению, хоть взрослых, хоть детей, хоть пожилых. До новых встреч в эфире!